Это можно развивать дальше, дойдя до Белгорода, может дальше, ну естественно сил может быть пока недостаточно, но кто его знает как дальше пойдет. Как бы вы это все оценили? Потому что мы много раз это обсуждали, предвосхищали, говорили, что война с неизбежностью перейдет на территорию России, и вдруг это произошло, и вот сейчас уместно какой-то промежуточный итог подвести к тому, что происходит в Белгородской области. Два момента. Первый момент. Россия стала очевидным совершенно падающим государством или распадающимся государством. То, что fail state, ну fail это уже завершенный процесс, а в России можно сказать failing state, падающая, распадающаяся. Почему? Это не просто формула такая, литературная формула, какая-то вот форма речи, значит удачной публицистической или неудачной публицистической какой-то находка. Нет, есть в политологии такое понимание, понятие как распадающееся или распавшееся государство, failed state, упавшее государство, как хотите. Это государство, в котором власть не может обеспечить безопасность своим гражданам, не может обеспечить выживание и жизнеобеспечение гражданам. Вот это первый и главный признак распавшегося государства, обанкротившегося государства, как хотите. Значит, да, раз государство не может предотвратить проникновение враждебных групп противников, кто бы это ни был, понимаете, это могут быть русские, российские граждане, русские там или других национальностей с российскими паспортами, могут быть какие-то иные люди, важно не это. Это, понимаете, в общем вопрос скорее такой политической риторики, а вот вопрос о том, что границы не защищены, противник проникает, проникает более или менее свободно, берет плен российских там солдат или ФСБшников, я уж не знаю, кого они там берут, ну, военнослужащик пока, может быть, милиционеров. Губернатор, который отвечает за это, не может с ними встретиться, потому что, скорее всего, ему в Москве запретили, раз ты встретишься с ним, с этими людьми, сказали Гладкову, значит, ты их как-то легитимизируешь, а нам не надо, а с пленными, ну, бог с ними, с пленными, сколько их там этих пленных, плевать на них хотелось. Вот это первое. Россия становится распадающимся государством. Теперь, что касается сугубо уже такой технической стороны дела, ну, не может справиться российское командование, которому там ФСБ или Росгвардии, там я не знаю кто, ведь за это отвечает масса разных ведомств. Отвечают военные, отвечают ФСБшники, отвечает Росгвардия, все они, все эти люди, которые получили в погонах, которые получают зарплату и не маленькую, значит, они из Товолжанки, из Шебекины, как я понимаю, из некоторых других населенных пунктов, из маленьких городов и сел, все они сбежали благополучно в Белгород. Ну, соответственно, население брошено на произвол судьбы. А это значит, что то же самое может повториться и повториться, я думаю, и в других областях, в Курской, в Брянской, какой угодно. Какое количество солдат и, значит, там, командиров русского добровольческого корпуса и легиона вошли туда, я не знаю, но думаю, что где-то несколько сот, это не очень большая сила. Да, несколько сот, несколько сот. Несколько сот, это небольшая сила, но даже с этой силой и не может справиться Россия. И в вооружении у них, в общем, там никаких хаймерсов, ничего подобного там нет, даже танков нет. Ну, какие-то там бронированные машины. Это значит, что вся российская сила воинская находится в Украине, там пытаются что-то делать. Тоже не самое удачное там получается, но что-то делает. Теперь второй момент, значит, следующий момент. А хорошо, а кто будет защищать Белгород? А там-то вы сказали 37 километров, ну так это же... 37, я посчитал. 37, значит, это на машине, ну сколько это может быть? 15 минут. 20 минут езды. 15 минут. 15 минут. Ну, на бронетранспортерах, может быть, поменьше. А вы представляете себе, что такое занять Белгород? Да, конечно. В политическом смысле. А сколько нужно для этого сил? А вот есть некоторые расчеты. Город 350 тысяч. 350 тысяч город. 350, значит, есть некоторые расчеты. Расчеты показывают, что для того, чтобы занять город, захватить город, в котором нет, правда, крупного воинского контингента, контингента вооруженных сил, а есть, ну вот, полиция, милиция, значит, там какая-то, какие-то внутренние войска, ну и прочее. Нужно от четверти процента населения до, ну, до половины процента. Значит, вот, если подсчитать, сколько там, 350 тысяч, значит, 1% 35 тысяч, да? Нет, 350 тысяч, 1% 3,5 тысячи, правильно? Да, где-то так. Полпроцента – это 1700, ну, допустим, 2000. Ну, 2000, да. 2000. Ну, есть такое количество. Представьте, а сейчас, а сколько в русском добровольческом корпусе, я не исключаю, что, может быть, как раз где-то к 2000 и подходит. Так что ответ просто лежит прямо на, так сказать, на поверхности. Вот наберут русский добровольческий корпус 2000, ну, вместе с легионом свободной России. Вместе с легионом, да. Ну, да. И, значит, и вперед на Белгород. Вот, а дальше начнется штурм Белгорода российскими войсками. Да. А это тоже непростая такая задача, я должен вам сказать. Ну, может быть, все зависит, конечно, от того, сколько туда сгонят войск. Если туда сгонят 50 тысяч, ну, может быть, да, и вернут контроль над Белгородом. Но это будет означать для всех, и не только для, ну, кстати говоря, там для населения российского. Я не думаю, что вообще кто-то принимает всерьез настроение, там, мнение российского населения. Но для номенклатуры российской, для российского истеблишмента, военного или бюрократического, это то, что уже произошло, это сигнал того. Это просто свидетельство, практическое свидетельство, это не теоретические рассуждения. А что власть вообще, власть просто распадается, власть вытекает из рук Путина и его комарильи. Вот она вытекает, он сидит у себя в бункере, чего-то такое время от времени изрекает. А, он дал советы херсонскому губернатору, да, значит, как нужно бороться, вот, что нужно делать для того, чтобы наводнение, как-то с наводнением справляться. Ну, тот поблагодарил, наверное, за советы мудрые, но вот на этом пока функции Путина и завершились. Так что, нет, Белгород это очень серьезно, это очень серьезно, это фактически, это второй фронт войны, если говорить в терминах войны России с Украиной. Это второй фронт или это первый фронт гражданской войны, потому что, знаете, к успешному, вот, если в течение ближайших недель Москва не восстановит контроль над Белгородской областью, это будет означать, что корпус и легион представляют собой серьезную силу, и тогда к ним потянутся люди, в том числе из российских правоохранительных структур, из той же Росгвардии, но потому что эти люди всегда тянутся к тому, кто побеждает. За кем силы и кто побеждает, да. Да, значит, они будут тянуться туда, будут искать какие-то контакты, ну, там, может быть, там командир какого-нибудь местного городского отряда специального назначения этой полиции будет договариваться. А вот если я не буду сопротивляться, а, может быть, и вместе с тобой выступлю, давай ты не будешь на меня нападать, а мы вместе там где-нибудь ничего-нибудь такое устроим. И вот ведь устроят, устроят. Все это очень напоминает гражданскую войну 18-22 года. Просто ущипнуть, а хочется, насколько прямо до деталей все совпадает, до мельчайшего. Ну да, власть, центральная власть распадается, власть перетекает на места, а на местах она оказывается у человека с ружьем. Как говорил председатель моего, винтовка рождает власть. Да, сейчас это мы часто об этом говорим. Мы уже 55 минут в эфире, и у нас остается буквально последний аспект, который я хотел, запланировал обсудить. Вот тоже мне хотелось узнать ваше мнение, я думаю, зрители тоже разделяют мое желание. Вот смотрите, мы наблюдали в течение пары дней, что Пригожин, точнее ЧВК Вагнера, продемонстрировала пленного подполковника российской армии, командира 72-й бригады. Сегодня вышло, сегодня, по-моему, вышло, его уже, он в форме сидит, уже не побитый. Значит, видно его то ли передали, то ли отпустили. И, соответственно, значит, он уже рассказывает, что там на самом деле произошло. Выглядит совершенно инфернально, на самом деле. Потому что то, что он рассказывает, это даже интереснее. То есть, не первопричина этого всего. Что, по сути, ну вот я делал вывод, если кто видел, не видел, подполковник рассказывает, что, ну, они просто мародерят, бандитствуют, это чувакова. Я охотного доверяя, они отняли у них два танка у 72-й бригады, отняли какую-то бронетехнику, побили, говорит, унизили чуть ли не сексуально, значит, каких-то военнослужащих, и я уж так понял, только военнослужащих, не офицеров, хотя судят. То есть, вообще, ну, а как бы, соответственно, а что вы хотите? Человека-Вагнер сидевшие уголовники, собственно. А почему они должны действовать по-другому? То есть, конфликт не просто между Пригожным и, там, Герасимову Шойгу, а конфликты ниже тоже. На уровне офицеров, на уровне рядовых, на уровне военнослужащих Человека-Вагнер конфликтует с частями Министерства обороны РФ. Но я-то-то помню, как Пригожин лично обвинял в бегстве с флангов 72-ю бригаду из-под Бахмута. Вот. То есть, это, видно, и застарело одновременно конфликт, но, с другой стороны, мы же понимаем, он же подполковник. Не, ну, если вы берете, там, то ли в плен, то ли арестовываете, то ли, там, еще для чего-то офицеров российской армии, то есть, старших офицеров, ну, тогда не очень вообще понятно, о каком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok